Ну, если коротко говорить, то как провальную. Потому что ожидания, которые были в марте месяце, когда это правительство было сформировано, и те ценности, цели и задачи, которые само это правительство декларировало, они ни на йоту не были спорны. Сергей совершенно право говорит, потому что все действия, которые были предприняты правительством, носили не реформистский характер, а фискальный характер. Все, что делало правительство, это пыталось увеличить налоги, чтобы сбалансировать бюджет. Но бюджет это не экономика страны. Бюджет это значительная часть, но не вся экономика страны. И проблема любой развивающейся страны в том, что доля бюджета в экономике страны очень значительная. Чем больше развития экономика страны, тем доля бюджета меньше. Стало быть, влияние чиновников на экономику меньше. Ну хорошо, а курс валюты? Так курс валюты это и есть проявление действия экономики. Многие ошибочно считают... Это не национальный банк виноват в этом? Нет, совершенно нет. У нас есть несколько источников... Потому что есть такое распространенное мнение, что не справляется руководство национального банка с поддержанием национальной валюты. Пытаюсь подать голос за национальный банк. Есть несколько источников поступления валюты в страну, для того, чтобы граждане этой страны и компании могли ее купить. Это валютная выручка, это заимствование, это гранты в том числе, инвестиции и средства, которые граждане Украины, работающие за границей, пересылают на родину. В хорошие годы их было до 9 миллиардов долларов в год. И это очень значительная цифра. Хорошо, инвесторы как среагируют, скажем, на то, что господин Яценюк и действующие правительства в общем и в целом в результате останется, как оно есть? Как сейчас. Вы знаете, я в воле судебно достаточно много... Вопрос к вам, как к экономике. Ежедневно, ежедневно общаюсь практически с иностранными инвесторами, пытаясь увеличить так называемую ликвидность этой самой валюты в государстве Украины. Вы знаете, какой первый пункт они называют всегда? Да. Ни курс, ни инструменты. Коррупция. Да. Коррупция? Всегда... А в чем она проявляется, простите? С точки зрения иностранного инвестора? Для того, чтобы иностранный инвестор пришел в страну, вот первое, с чем он сталкивается, он сталкивается с разрешительными органами. Не важно, куда он собирается инвестировать. В ценные бумаги, в землю, в строительство, я не знаю, построение каких-то магазинов или какого-то другого бизнеса. Он должен получить набор, не одно, а набор разрешений в этой стране. И разрешительная система такова, что пробегов месяц, полтора или два, он говорит, да ну вот черт, я пойду в Африку. Экономика, она же существует либо как пузырь, который называли Соединенные Штаты, либо как воронка. Вот в Африке сегодня созданная воронка иностранными инвесторами, в первую очередь китайскими, эти просто так деньги не вкладывают. Он создает пузырь, который называется активы африканские. К сожалению, создать подобное движение в Украине этому правительству не удалось. Почему? Потому что Сергей совершенно прав. Они не прикладывали к этому никаких усилий. Ни одной реформы, направленной на стимулирование экономики, я не видел. Простые разговоры. Ребят, у вас проблемы с валютой. Что вы делаете для того, чтобы стимулировать экспорт? Экспортное кредитование, какие-то другие условия, которые известны, это не ноу-хау. Что вы для этого делаете? Не до этого у нас война. Минуточку. Возьмите территорию Украины. На какой части территории затруднена сегодня деятельность в связи с войной? Раз. Мы понимаем, что это дорого стоит. Два. Давайте стимулировать остальную территорию Украины, для того, чтобы у вас появлялись деньги, для того, чтобы воевать. Или для того, чтобы что-то делать в этом отношении. Никакой реакции.